всем привет достаточно давно задумывался об изготовлении небольшого пресса для мастерской потому как время от времени возникает необходимость что-нибудь запрессовать а хода моих крутых самодельных тисков бывает недостаточно так и в этот раз пресс мне понадобился для перепрессовки подшипников и шкива на вал электродвигателя для самодельного гриндера и раз уж так сложилось что все необходимое для создания пресса у меня было в наличии решил не откладывать данный проект в долгий ящик и просто взять и реализовать его в жизнь ведь чем раньше изделие будет готова тем больше пользы она сможет принести в мастерской основная рама пресса будет сделана из 65 швеллера который был у меня в наличии швеллер не новый и для приведения его в чувство придется постараться для удаления рыхлой ржавчины буду использовать различные проволочные щетки на болгарку для получения наилучшей эффективности и продления срока службы щеток болгарку лучше использовать с регулировкой оборотов в моем случае это компактная но достаточно мощная болгарка от denzel на 1100 ватт при работе с уши им всегда используйте защитный щиток для лица форму щетки подбираем в зависимости от ситуации в одних условиях удобнее использовать чашку а в других щетку тарельчатой формы щетки святой щетиной из нержавейки более мягкие и используются для деликатной обработки щетки скрученной щетиной более жесткие и работают более агрессивно как уже говорил ранее для получения лучшего качества очистки и продления жизни щетки работать ими лучше на небольших или средних оборотах швеллер очищен и подготовлен для дальнейшей работы можно приступать к нанесению разметки совет для начинающих мастеров для получения качественного результата забудьте про всевозможные маркеры для точной разметки используем чертилку с твердосплавным наконечником а также качественный угольник такая чертилка оставляет после себя тонкую и максимально четкую линию покупаю их на алиэкспресс кому нужно ссылку на них а также другие мои полезные инструменты оставлю в описании за все время работы с металлом мне довелось работать отрезными кругами различных фирм и производителей от дешевых до дорогих люблю сравнивать и тестировать оснастку для выявления самых лучших и производительных вариантов и в этот раз мне в руки попали 125 отрезные круги от дензил самой ходовой толщины в один миллиметр по заявлению производителя главное преимущество этих кругов это высокий ресурс и скорость реза что для нас очень важно также диск имеет двухслойную армировку стеклосеткой что хорошо с точки зрения безопасности случае каких-то нештатных ситуаций и закусываний вероятность разрыва и разлета диска будет меньше состав круга входит белый и нормальный электрокорунт со специальными добавками благодаря чему круги меньше пылят при работе что чрезвычайно важно при работе в закрытой мастерской еще со времен создания ютуба среди пользователей ходят споры как правильно устанавливать круги на ушеем металлическим кольцом на диске на или от себя на самом деле никакой разницы тут нет и устанавливать круги можно как вам больше нравится исключение лишь составляет та оснастка на которой есть стрелки указывающие направление вращения круги достаточно жесткие что должно благоприятно сказаться на точности реза затяжку оснастки я произвожу от руки этого усилия более чем достаточно для надежной фиксации заводская балансировка у кругов отличная вибрация не ощущается информация для новичков рез производим не прямо по намеченной линии а лишь касаясь ее боковой поверхностью диска если нет достаточного опыта прорезать швеллер ровно на всю глубину тогда надрезаем его с трех сторон а после полностью отпиливая в этом деле главное не спешить и тогда все получится ровно поначалу диск может пилить медленно связано это с тем что рабочей кромке диска необходимо приработаться ощущается это как будто бы диск скользит и особо не пилит но как только диск притрется и оголиться свежий слой абразива скорость реза многократно повышается притертый диск сам вгрызается в металл и руками это очень хорошо ощущается забегая наперёд хочу сказать эти диски действительно очень удивились своим ресурсом и порадовали своей производительностью торцы швеллера подравниваю с помощью напильника все заготовки нарезаны длина стоек пресса 1400 миллиметров в моем случае обусловлена длиной имеющихся у меня в наличии заготовок длина перемычек и рабочего столика 500 миллиметров длина подвижной перемычки 426 миллиметра также из швеллера длиной 160 миллиметров вырезал упорную вставку для домкрата наношу разметку и сверлю отверстия под болты м16 чтобы избежать смещения обработку произвожу пакетом сверлить отверстия больших диаметров шуриком дело неблагодарное а потому отправляюсь к станку из трубы сделал распорные втулки ну а теперь самое время нанести разметку под отверстие переставного столика их шаг подбирается исходя из длины хода штока домкрата в моем случае ход штока составляет 160 миллиметров и чтобы иметь небольшой запас по выдвижению расстояние между центрами отверстия я сделаю 150 миллиметров керним и сверлим постепенно увеличивая диаметр сверла в моем случае до 18 миллиметров использование частотника на сверлильном станке позволяет выставлять очень низкие обороты что благоприятно сказывается на ресурсе сверл больших диаметра снять острые кромки с внутренней стороны швеллера можно вот таким образом в качестве пальца буду использовать шток от амортизатора диаметром 18 миллиметров из профильной трубы 60 на 30 сделаю распорку в нижней части пресса из металла толщиной 10 миллиметров делаю две силовые заглушки с помощью гриндера делаю фаски под сварку тут для фиксации очень удобно использовать магнитный уголок сверлю отверстия на восемь с половиной миллиметров и нарезаю в них резьбу м10 из сорокового уголка вырезал две ножки длиной 450 миллиметров грань швели раскругляю чтобы он мог плотно стыковаться с уголком в швеллере и уголках делаю отверстия для крепления ножек с помощью цыковки формирую плоскость прилегания головки винта кому нужно ссылку на цыковки я также оставлю описание в качестве основного рабочего элемента пресса решил использовать старый советский пятитонный домкрат ШАС, который валялся без дела. Он был исправный, но установить его на пресс в таком виде мне не позволило несколько вещей. Во-первых, подтекающее масло с насоса. Во-вторых, дичайшие люфты и выработка шарнирного механизма. Ну и в-третьих, уставший внешний вид. Произвожу разборку. Очистку буду производить с помощью пескоструйного аппарата. После прошлых многие интересовались, что за аппарат я использую и просили рассказать о нем поподробнее. Это пескоструйный аппарат Спутник. Я выбрал самую компактную версию с баком на 18 литров. И его для гаражных нужд хватает с головой, потому как расходует песок он очень экономично. Аппарат изначально уже укомплектован всем необходимым для работы. На нем уже имеется влагоотделитель и регулятор давления. Для начала работы в бак необходимо лишь засыпать сеянный песок или же специальный абразив. В этот раз я буду использовать кварцевый песок из строительного магазина. Засыпаю песок и устанавливаю пробку. В данном аппарате она фиксируется давлением воздуха, что очень удобно. Также в качестве абразива можно использовать купершлаг. Он работает более эффективно и в отличии от песка его можно использовать многократно. Для тех, кто не знает, купершлаг это побочный продукт медиплавильного производства. Он является неметаллическим синтетическим абразивным средством минерального происхождения. Подключаю сжатый воздух, открываю кран и устанавливаю пробку на место. Аппарат готов к работе. Располагать пескоструйный аппарат удобно так, чтобы во время работы манометр на баке находился в поле зрения. В качестве средств защиты использую обычный противогаз с дополнительным фильтром из нетканого материала. Кстати, напишите в комментариях, было бы вам интересно увидеть видео об устройстве пневмосистемы у меня в мастерской, воздухоподготовке и компрессоре. Летящий с высокой скоростью песок ощущает поверхность вплоть до мельчайших пор. Вот какой шикарный результат мы имеем на выходе. Кому нужно, ссылку конкретно на мою версию аппарата оставлю в описании. Фиксирую домкрат с трубцинами к столу и с помощью большого разводного ключа в виде самодельных тисков откручиваю основную гайку. Сливаю старое масло, от времени оно превратилось в кисель. Все детали тщательно отмываю растворителем. Разбираю насос и выкручиваю пробки. При этом будьте внимательны, чтобы случайно не растерять пружинки и шарики, выполняющие роль клапанов. Чтобы сильно не растягивать видео, домкрат я перебрал за кадром, заменил все необходимые уплотнения и собрал в обратной последовательности. Видео с подробной переборкой таких домкратов полно на ютубе, а необходимые ремкомплекты можно купить на озон. Для более удобной установки на пресс, рукоятку решил повернуть на 45 градусов. Для этого изготовил новую точку крепления шарнирного механизма. Чтобы убрать люфты шарнирного механизма, отверстие рассверлил под больший диаметр, а штифты выточил новые, чтобы вставали плотно и без люфтов. Из трубы диаметром 20 мм сделал новый рычаг. Очистку произвожу коралловым диском на средних оборотах. Теперь механизм будет работать четко и без люфтов. В качестве рабочей жидкости для домкрата отлично подходит недорогое индустриальное масло, и 20, и 30, или и 40. Вязкость подбирается в зависимости от температуры, при которой будет эксплуатироваться домкрат. Масло необходимо лить столько, чтобы поршень уверенно выходил на весь свой рабочий диапазон и не проваливался под нагрузкой. Для данного домкрата ход составляет 160 мм. Снимаю с домкрата размеры расположения технологических отверстий и переношу их на подвижный швеллер. Они будут использоваться для фиксации домкрата. С помощью бормашины и маленького шлифовального диска формирую плоскость под головку винта. Пуансон для пресса решил сделать из вал шестерни, которая валялась под рукой. Сталь там должна быть хорошая. Чтобы не мучить слабенький токарный станок обработкой на удар, зубья решил срезать болгаркой. Должен сказать, в работе эти отрезные круги мне очень понравились. Пилишь, пилишь, а круг все держится, и стачиваться не собирается. Подготовленную заготовку устанавливаю в токарник для дальнейшей обработки. Для большей жесткости произвожу подпор вращающимся центром. Делаю контрольный съем. Замеряю фактический диаметр и заношу его в УЦИ для привязки резца к координатам. Кому нужно, ссылку на такой классный цифровой микрометр оставлю в описании. Отрезать заготовку на своем нежестком станке я не рискнул. Произвожу разметку, а дальше в ход идет ленточная пила. Уже за кадром выточил втулку для фиксации пуансона. Края втулки подтачиваю по форме шведера с помощью гриндера. Сверлю отверстие и нарезаю там резьбу М8 под барашковый винт. Верхний упор для домкрата также сделаю из куска швеллера, который усилию листовым металлом. Для фиксации штока изготовил кольцо с прижимным винтом. Упор готов. Остальные конструкционные элементы пресса также подготовлены. Везде, где это необходимо, сделаны фаски под сварочный шов. Прикручиваю нижнюю перемычку с ножками. Выставляю верхние перемычки из швеллера, мощно закрепив их струбцинами к поверхности стола. Работать с такими шикарными коваными струбцинами одно удовольствие. Кому интересно, это струбцины фирмы Denzel. Металл толстый. Для хорошего провара ток на полуавтомате выставляю на максимум. Привариваю упор. Сверху захотелось вварить дополнительное ребро жесткости для лучшего распределения нагрузки от штока домкрата. Сварочные швы минимально облагораживаю. К подвижному швеллеру привариваю втулку фиксации пуансона. Возвратную пружину сделаю из дверной пружины, разрезанной наполовину. Из болтов, шпилек и гаек М8 сделаю проушины для фиксации пружин. Для выполнения точных сварочных работ использую аппарат аргонодуговой сварки Start Model TIG 205 ACDC. Для сварки обычной черной стали использую омедненный присадочный пруток E70S. Кстати, для тех, кто спрашивал, вот как выглядит педаль регулировки сварочного тока. Она уже идет в комплекте с аппаратом, чему могут похвастаться далеко не все даже более дорогие сварочные аппараты. Тут вы можете наглядно видеть, как с помощью педалей меняется ток в процессе сварки. Для TIG сварки использую качественную сварочную маску с цифровым управлением. Она, кстати, той же фирмы, что и сварочный аппарат. Относительно конкурентов с теми же характеристиками стоит дешевле и шикарно выполняет свои функции. После сварки детали выглядят не очень привлекательно, потому как поверхность болтов и гаек была оцинкована. А цинк в процессе сварки выгорел. Удалить нагар с поверхности за несколько секунд можно пескоструем. Привариваю пластины крепления пружин. Пальцы для фиксации рабочего стола сделаю из штока от амортизатора диаметром 18 мм. При работе биметаллическими коронками в качестве отхода остаются кругляши, которые я зачем-то собирал. Кто бы мог подумать, что их можно будет с пользой куда-то применить. Из одного такого кругляша и прутка сделаю удобный барашек для клапана домкрата. Пруток проточил под запрессовку. С обратной стороны фиксирую сваркой. Дальнейшую обработку произвожу на токарном. Когда-то давно по ошибке приобрел на Алиэкспресс вот такую накатку. Я не знал, что накатки такой конструкции очень плохо работают на маленьких токарных станках, потому как создают большую отгибающую нагрузку на шпиндель. На основе роликов этой накатки изготовил самодельный вариант, который при работе не нагружает шпиндель токарного станка. Кому интересно, накатки такой конструкции можно купить уже готовые. Кому нужно, ссылку оставлю в описании. Отрезаю две пластинки фольги толщиной 20 мм. Торцы облагораживаю с помощью гриндера. Мощности гриндера спутник с двигателем на 1,5 кВт вполне хватает для обработки таких толщин. Наношу разметку и делаю треугольные вырезы. Пластины для рабочего стола готовы. К ножкам привариваю гайки М10 для регулируемых опор. Сами опоры, как по классике, сделаю из болтов и шайб. Пресс готов. За кадром все острые углы скруглил для меньшей травмоопасности. Произвожу полную разборку и подготовку под покраску. Для белого часа готов какой-то Bass martец. Самое обработку. Присомка Ladies for 10 секунды. Начинаем выс Megan Shiriz. Полую полную еду в коми покраску. Отเคуissance мнеucks попр��. Присомка навпачиваем его под кмет metрило и дергает. Присомка вырезки ещё в lovesе. Присомка. Один. Присомка с покупкой, descend Comput DAVID 잘-jton. Присомка с С Ellie 작은 кайд crossing этой ветры. Поверхность грунтую Пока грунт сохнет, покрашу домкрат Грунт высох, произвожу окрашивание Когда краска высохнет, наступает самый приятный этап – расклейка и сборка Теперь шарнирный механизм домкрата работает плавно и без люфтов Вкручиваю опоры и устанавливаю пресс в проектное положение С помощью сверла произвожу очистку отверстий от краски Устанавливаю домкрат и фиксирую за верхнюю часть штока Прикручиваю подвижный швеллер, а также четыре ограничительные пластины Под них я сделал подкладки из жести толщиной 0,5 мм для создания необходимого зазора Устанавливаю и натягиваю пружины Понсон решил сделать съемный, чтобы при необходимости его можно было быстро заменить на насадку другой формы В завершении, как по традиции канала, закрепляю свой фирменный шильдик Вот теперь пресс полностью готов Для удобства при хранении ручку сделал съемной Рабочий ход пресса 160 мм Дверные пружины не особо мощные, а потому что ток возвращается не спеша Масса пресса получает 48 кг Рабочий стол легко и быстро переставляется на нужную высоту Возможно кто-то скажет, что пресс на 5 тонн это совсем мало и не серьезно Но у каждого свои задачи И если вдруг мне будет не хватать его мощности, я всегда смогу заменить этот домкрат на более мощный Думаю, данная конструкция домкраты до 12 тонн должна выдержать Ну и да, какой тест пресса без смятия профильной трубы Чисто из любопытства попробуем прессануть алюминию Алюминиевую стружку из-под токарного станка Для этого засыплю ее вот в такую стальную гильзу Брикет получился достаточно сыпучий, вероятно 5 тонн для этих задач все же маловато Но это ничего страшного Потому как в первую очередь пресс собирался для перепрессовки подшипников электродвигателя Из-за прессовки шкивов гриндера А там его усилий точно хватит Напоследок пробежимся по размерам пресса для желающих его повторить Швеллер использовал 65-й Ширина 500 мм Длина стоек 1400 мм Длина подвижного швеллера 426 мм Длина ног из 40-го уголка 450 мм При этом стойки находятся не по центру, а с некоторым смещением от оператора Сделано это специально, чтобы пресс можно было придвинуть ближе к стене и он занимал меньше места Нижняя перемычка, профильная труба 60 на 30, стенка 2 Пластины рабочего стола из металла толщиной 20 мм Основной пуансон длина 100, диаметр 30 мм Шаг между отверстиями 150 мм Минимальное расстояние стол пуансон 80 мм Максимальное 830 мм Штоки удержания стола длина 130, диаметр 18 мм Вот такой небольшой пресс у меня получился Надеюсь, теперь работа над самодельным гриндером, который я так давно обещал, сдвинется с мертвой точки Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Все ссылки на мое оборудование и инструменты я оставлю в описании А на этом у меня все, огромной всем удачи, мира и добра!